Смотрите, сексуальная энергия — это одна из мощнейших энергий в каждом из нас. И для того, чтобы быть счастливым, успешным, радостным, чтобы жить в радости для себя и для своих близких и окружающих, нужно понимать свою вот эту самую сексуальную энергию и, конечно, ее раскрывать, если есть какие-то блоки и зажимы, от которых ты, допустим, не можешь сказать, что «Ой, я влюблен в жизнь, ой, я себя чувствую сексуальным, я себя чувствую притягательным, я даже ощущаю, что я нравлюсь окружающим людям». Что если ты не можешь так, есть какие-то барьеры, которые нужно раскрывать, снимать и открывать чакры. Меня просто смешит вот это, когда говорят «открываем все чакры», но в этом вообще-то есть доля истины. Так вот, в первом видео я сказала, что нужно делать для того, чтобы раскрыть эту сексуальную энергию. Ну, как бы это одно из главных и первых действий – это заняться своим телом, заниматься им. А подробнее там вот можете посмотреть. Теперь пункт номер 2. Ну, значит, смотрите, чтобы все-таки дальше продолжать вот это раскрывать, потому что, ну, спорт – это круто, да, тренироваться. Это вообще другое ощущение. Мозг иначе мыслит, но идет, есть и дальше. Мы, у нас вот тело, есть и ментальное вот это восприятие, и духовное. То есть, вот, что второе – мы продолжаем работать над телом, а именно делаем уход своей внешности. То есть, начинаем ухаживать за лицом, становимся опрятными, такими приятными, чтобы самому кайфовать от себя. И также, конечно, посмотрим, как вот это – быть модным для себя. Быть модным и приятным нравится. Если есть проблема, ты даже понятия не имеешь, а как это быть модным. Я не знаю, я одеваю свою вот эту рубашку и за дня в день стираю ее в тайде, а потом снова ее одеваю и иду в свой офис. Для тех, кто не знает, а как это быть модным, а как вообще ухаживать за собой, есть классные люди, это называется косметологи, есть вообще очень много видео про это. Если, допустим, ну, ты не можешь пойти вот сразу такой к лучшему косметологу, значит, надо посмотреть в Ютубе, написать, как это, как ухаживать за своим лицом и начинать смотреть про это видео. Ты найдешь, что и как надо делать. Ну, я тоже, конечно, что-то там знаю для себя, но я за косметологой говорить не буду. Так что ищите это в соцсетях, вы кичерка Трова. Это итальянская пословица, на русском она тоже есть. Кто ищет, тот найдет. Насчет моды тоже. Это такая прям тема, это легко, да, сказать. Будь модным. Такая еще смахнула, и Луи Виттон такая подняла. Да, круто. Но будь, пожалуйста, тем, кто, вот он хочет быть классным, сексуальным, да? И вообще, почему я сказала это тихо? Сексуальным! Вот ты хочешь, да, все-таки поменяться, чтобы нравиться, чтобы себе нравиться, чтобы в зеркале говорить, я лучше, я тебя люблю. И только тогда идешь такой на работу. Вот, значит, нужно вот это насчет модности тоже, если, опять же, есть люди, которые этим прям занимаются, называются стилисты. Ты такой, алло, стилист, я к тебе. Но если не можешь, тогда, опять же, интернет тебе в помощь. Открывай его и просто поглощай эти знания про моду, потому что ты живешь свою одну вот эту жизнь сейчас. Ну, там не будем сейчас вдаваться в подробности про реинкарнацию, вот эти все дела там, ну или как там у других еще как-то. Нет, вот сейчас ты, я, другие, мой режиссер-оператор, мы здесь, вот здесь прям. И мы обязаны жить классно, жить так, чтобы самим было кайфово, чтобы людям, которые вокруг нас прям обдавало вот этой энергией, и от нее, вот знаете, как вот такое солнце вышло. И такой звук. Вот, ну, может быть, не такое, а тоже чересчур, но все же. А почему чересчур? Вот иди и просто всех пусть тебе падают от такого просто восхищения и радости, что вот он пришел или вот она пришла, припорхнула. Так что никогда не думайте, что если у вас чего-то там не хватает, то это вот точка, все, нет, ищите, делайте все возможное, книги, интернет, прям вот, прям вот вырвите эти знания и примените их, и у вас совершенно будет все по-другому. А для того, чтобы вдохновляться и чтобы получать хорошие знания, смотрите мой блог, у меня много полезного про саморазвитие.